Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сейчас два фигуранта дела, мужчины находятся под стражей, ранее они уже были судимы. Если их вина будет доказана, они могут отправиться в колонию пожизненно. Дело будет рассматривать окружной суд. Следователям Лабытнанги предстоит разобраться в обстоятельствах гибели 15-летнего подростка. Трагедия произошла 21 мая в одном из гаражных комплексов. Там вместе со своим отцом юноша ремонтировал мопед. В какой-то момент сын вышел на улицу и пропал. Когда отец направился на поиски, он нашел уже бездыханное тело. Вызванным на место медикам оставалось только констатировать смерть подростка. Тело мальчика осмотрели эксперты. Внешних следов криминальной смерти они не нашли. Сейчас следователи проводят проверку по данному факту. В Тавцовском районе местного жителя обвиняют в нездоровом интересе к детям. По версии следствий, 41-летний мужчина в маршрутном автобусе разделся перед несовершеннолетними. Известно, что подозреваемый женат и воспитывает двоих детей. Уголовное дело возбуждено по факту насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на 20 лет. В аналогичном преступлении подозревается еще один мужчина. На этот раз житель соседней Югры. 63-летнему пенсионеру уже предъявлено официальное обвинение. Он находится под стражей. Известно, что долгое время мужчина работал тренером в одной из спортивных школ. В Тюменской области перед судом может пристать мужчина, который ударил фельдшера скорой помощи. По версии следствия, 17 мая бригада медиков приехала на вызов к женщине. Фельдшер сразу стала оказывать помощь, однако сыну пациентки показалось, что врач скорой помощи слишком медленно работает. В итоге он сначала погрозился убить медика, а затем ударил ее по голове. Уголовное дело возбуждено по факту угрозы убийства. А у меня к этому часу все. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах рубрики и телеканала «Ноябрьск. 24» ВКонтакте.